Кошки, собаки, деревья, турник, перевернутая лодка, вишня, лосьон для проблемной кожи трое. Достоинство, честь, уважение к женщине, уважение к другу, открытое, чистое, честное, искреннее, глупое, вредное, противозаконное. Вот что-то такое вот, и когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, а-а-а, вот она какая. Вот так, наверное. Привет, я Димыч Батарев, я актер по профессии, а так просто человек. И здесь я для проекта вместе. Родился я в славном городе Хабаровске, в столице Дальнего Востока. Там родился, там жил до 19 лет, потом уехал в Москву. Детство мое проходило, оно разделилось для меня пополам. Раннее детство проходило в частном доме, на переулке, на котором было всего два жилых дома. Вот. Потом мы переехали к бабушке уже в квартиру, в другой район, и это другой этап. Это, наверное, уже больше ближе к подростковому. А вот детство это было... Это был этот переулок, два жилых дома, два ребенка. Все, больше ничего не видел. То есть вот я, родители, сестра, брат и вот этот парень, сосед. По-моему, его звали Гриша. Как мне потом сказали, что он в 14 кого-то зарезал, потом кого-то зарубил. Вот такой вот у меня был сосед. Я помню, у нас игра была с ним. Мы испытывали каску на прочность. Мы нашли на какой-то свалке каску строительную. И надевали ее по очереди. Бери молотком по голове друг к другу. Помню, на мне она сломалась. Это было очень весело. Детство было какое? Да классное детство было. Классное. Когда ты так живешь, мне кажется, любой ребенок считает до определенного возраста, что у него детство идеальное. Ну потому что он другого не видит, не с чем сравнивать. И ребенок находит радость в том, что у него есть. У меня любимыми игрушками были угольник, сарай с углем. Мне очень нравилось сидеть там и смотреть, как на свету играют крупинки этого угля. Или, например, привозили дрова, деревья свежеспиленные, иногда молодые. Мне нравилось срезать кору с них и сидеть часами наблюдать, как это белое дерево желтеет под воздействием кислорода. Вот какие-то, ну вот такие, кошки, собаки, деревья. И все это вот на маленьком участке, огороженным забором. Вот, вот, вот. Турник, перевернутая лодка, вишня, дикий виноград, сливы, груши. Ну вот как-то все это вот было таком наш маленький мир с туалетом на улице, с печкой. Одна комнатная. Одна комната большая, одна маленькая. Наверное, это сейчас, я тогда думал, что это комната, сейчас я понимаю, что это вот, наверное, как вот этот закуток. Вот так и жили. Мать работала в детском саду. Да, дослужилась, ну как-то дослужилась, наверное. Так это называется. До заведующего детского сада отец всю жизнь проработал водителем. Потом в 90-е мать сократили. Она стала уборщицей. Отец начал терять зрение, стал дворником. Вот. Что еще рассказать про детство? Классное было детство. Я был... У меня была удивительная черта. Я умел беречь одежду. Я даже вот при всем вот этом всегда удивлялись, что я вот так вот, весь черный. Ну вот белый, на меня может было надеть белую майку, и она будет чистая. Почему, не знаю. То есть я, видимо, мы жили совсем не богато, и поэтому, видимо, я понимал ценность вот этой майки и ее как-то берег. Вот. Вот такое детство. Я учился хорошо, а вел себя плохо. И, наверное, мне прощалось именно из-за того, что я учился хорошо. И что-то прощалось. Что-то, что... Есть люди, перед которыми я до сих пор хочу попросить прощения за это, как я себя говорил, среди учителей. Есть, наверное, и однокашники, и... Мне кажется, очень многие в юном возрасте злые, агрессивные. Агрессивно вот изучают этот мир и изучают правила... Правила коммуникации, правила взаимодействия. И когда что-то, к сожалению, когда что-то идет не по их сценарию, предполагаемому, они это воспринимают как-то агрессивно, враждебно. Что-то, конечно, мы дрались, мы очень много дрались, мы ухаживали за девочками. Как все, ну как мы... То есть чего-то удивительного, чего-то такого, чтобы я сказал, а вот у меня вот такая... Нет, это была какая-то жизнь обычного, обычного подростка из глухого района. Мы все друг друга знали, мы все жили на одном районе, мы все... То есть после школы ничего не заканчивалось, мы продолжали все вместе гулять, веселиться, первый раз влюбляться, первый раз выпивать, первый раз хулиганить. То есть все это было вместе. Я, честно, я даже не помню имя этой девочки. Просто вот какое-то... Что-то мне в ней нравилось. Вот что-то я помню, вот ты не можешь... Не можешь просто спокойно спать, спокойно есть, постоянно думаешь. Какая-то подарена ей какая-то штука, которая пахнет ее духами. Уже я понимаю сейчас, в каком возрасте духи наверняка мамины или сестры. Ну то есть как бы все это... И вот когда вот 23 февраля, когда девочки поздравляли мальчиков, и ты сидел и думал, кто же тебе подарит эту Валентинку. Потому что тогда это все было регламентировано. То есть они же еще делились... Ну не Валентинку, а вот какую-то поздравительную открытку. Там же девочек, они еще как-то делились каких-то там своими под руководством классной руководителями. То есть они шерпятые. И ты думал, а кто подарит эту Валентинку, она не она. И, конечно, там менялись, если какие-то взаимоотношения там налаживались. Ну тогда, ну как, это же все было... Я помню, какие-то игры, какие-то вот что-то бегали друг за другом. Ну какой-то абсолютно все это такое наивное. Но я помню, что это было какое-то открытое, чистое, честное, искреннее... Первобытное чувство. Я его даже не могу сейчас не воссоздать в себе. Ну именно то чувство. Не какие-то, даже не каких-то воспоминаний, не каких-то... Но я помню, что вот такое было в моей жизни, вот эта первая влюбленность. Ну это же все какое-то... Это же все опять же изучение мира, изучение каких-то... Как этот мир устроен, как это же... Это же девочки, они же какие-то другие. Они же по-другому смотрят на мир. Они же как-то это стремление понять, понять, узнать, услышать. Какой-то это... На тому этапе, мне кажется, жизни это... Там какие-то другие законы работают. У меня любовь, это не скажу так, что вот у меня сейчас есть жена, вот это вот как бы, это вот с ней, вот я понимаю, вот это я люблю. Вот сейчас я понимаю, вот это любовь, вот это единственный человек в моей жизни, в моей голове, в моем просто мироощущении. Сейчас еще дочь появилась, это любовь к тебе умножится и умножится, любовь отцовская, любовь к жене, ну вот, вот сейчас это я понимаю. Вот что-то такое вот, и когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, а-а-а... Вот она какая, вот. Я себе не нравился, я себе не нравился, я... Мне не нравился, ну правда, я чувствовал себя как гадким утенком. И всегда удивлялся, почему со мной общаются и дружат люди. Вот, опять же, это, возвращаясь к разговору о небогатой семье. Ты стрижешься только тогда, когда у вас есть деньги, ты ходишь в той одежде, на которой у тебя есть деньги, ты не можешь позволить себе куда-то пойти с компанией, ты не можешь... Ну, ты очень во многом ограничен. Но с другой стороны, ты очень много приобретаешь. Ты приобретаешь фантазию, ты обретаешь умение получать и находить плюсы в том, где многие другие не могут это получить или увидеть. Ты не... Ну, то есть ты никогда тотально ничего не теряешь и тотально ничего не обретаешь. То есть все время какой-то баланс. В 13 или 14 лет мне родители сказали, что я уже взрослый, могу как бы сам как-то разбираться в этой жизни. За что я им, с одной стороны... Ну, не с одной стороны, я им благодарен. Потому что я научился воспринимать этот мир только через призму себя. Что очень сложно. Не опираться на что-то мнение. Заводить друзей, которых я хочу. Выстраивать свою жизнь, как я хочу. И они... Просто я был поздним ребенком. Меня мать родила в 40, поэтому моему старшему старшему брату на 17 лет, меня старше, сестра на 14. И поэтому это очень большой разрыв. Я не мог быть другом ни брата, ни сестре. А мать уже была с отцом достаточно взрослой, чтобы сисюкаться и возюкаться. Поэтому, наверное, это одно к одному сложилось, что я для кого-то достаточно раннего возраста начал пытаться осознавать эту жизнь через свою призму. И мне очень повезло. Мы, когда переехали вот в эту квартиру к бабушке, там во дворе была компания ребят, которые старше меня, были на 3 года, по-моему. На 3, на 3, на 4. И там один парень был, мой лучший друг, я могу так сказать. Он меня очень сильно сформировал. Он занимался спортом, он очень целеустремленный человек. Он тогда уже знал, что он хочет от жизни. И он просто подозвал меня в какой-то момент, сказал, ты кто? Я говорю, я вот, Дима, живу, переехал. Он говорит, хорошо, могу ошибиться, но, по-моему, на следующий день он пришел, постучался к нам домой. Мама открыла дверь, он говорит, здравствуйте, меня зовут Женя. Как вас зовут? Она говорит, Нина Николаевна. Он говорит, Нина Николаевна, у вас есть спортивная сумка? Он говорит, ну, да, где-то есть. Он говорит, можете мне ее дать? Она ему дала, он говорит, Дим, где комната твоя? Он говорит, пойдем, собирай спортивные вещи. И увел меня заниматься боксом. Он сказал, говорит, вот этим ты будешь заниматься. Я здесь, ты будешь заниматься этим. И он, грубо говоря, воспитал во мне очень многие мужские качества. Такие, как уважение, такие, как достоинство, честь, уважение к женщине, уважение к другу. И, ну, вот очень многое он во мне воспитал, за что я ему безгранично и бесконечно благодарен. И, ну, можно сказать, что я благодаря ему ушел из обычной школы и поступил в военно-морской лицей, в котором он учился. Потому что я смотрел на него, и он был для меня каким-то образцом. И поэтому я думал, ну, мне казалось, и я до сих пор так чувствую, что я сделал правильный выбор, пойдя по его стопам и перейдя в военно-морской лицей. Потому что это очень много мне дало с точки зрения организации, с точки зрения самоорганизации, с точки зрения умения, как-то сказать даже, умения... Да, так и назовем, умения исполнять. Потому что очень часто сейчас во взрослой жизни ты и я сталкиваюсь с такими моментами, когда ты находишься на территории профессиональной деятельности, и там кто-то когда-то позволяет себе не исполнять своих прямых, грубо говоря, обязанностей. И для меня это чуть-чуть, можно сказать, неприемлемо. И это меня выбивает, это меня расстраивает. Наверное, там это и воспитывалось. И там же воспитывался и характер, там же воспитывался и командный дух, там же воспитывался и чувство дружеского плеча. Очень много всего дал мне военно-морской лицей. Я и сдал экзамены выше военно-морской институт. Я хотел, он уже, мой друг, уехал туда учиться, во Владивосток. И я тоже хотел связать свою жизнь с военно-морским флотом. Но за несколько недель до присяги поссорился с военруком и сказал, что я не буду связывать свою жизнь с этим, раз вот ты, вы вот так поступаете. Сейчас я понимаю, что это был, наверное, юношеский максимализм, какие-то мои. Ну, может быть, меня вселенная отвела, чтобы я пошел по другому пути, где, наверное, я больше пригожусь. В моей жизни был алкоголь. Я пробовал, первый алкоголь, который я попробовал, был лосьон для проблемной кожи Троя. Разведенный с водой. Потом были и самогоны, ну, как-то вот, как-то так. Какие-то алкогольные коктейли в полтора литровых. Ну, это, ну, понимаете, это Дальний Восток, 90-е годы. 90-е годы Дальнего Востока. Поэтому это было очень лихо. Курить нет, потому что я боялся, что мне мой друг надает по голове. Курить, закурил я в 22. Вот. Первый раз вообще попробовал сигарету. Честно, глупость, потому что я играл персонажа, который курил. И я вот во время репетиции курил, еще что-то. Курил, 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 а курил беломор. И вот от этого беломорина, я там у курсников, это уже в институте был. Я говорю, дай мне попробовать сигарету нормальную. Я попробовал, после беломора это оказалось, это же, это же можно, вот это, это, это можно вот так, а не беломор. Мне вот эти, я не знаю, что там было, но это был какой-то вот папиросы и сигарета появилась. И вот, наверное, вот это ощущение того, что это может быть приятно, это может быть вкусно, это может быть как-то, это даже красиво. И потом вот я начал постреливать сигареты у однокурсников, пострелял неделю, потом мне стало стыдно, что я все студенты, ни у кого нет денег, я их обираю и решил как бы уже себе покупать сигареты и все, знаешь, как в том, как неотъемлемая часть, в тот момент неотъемлемая часть повседневности. Ну, то есть я видел людей и под героином, я вижу людей под кислотой, я видел очень многое. И видел, ну, это вот, например, я этого человека знаю, вот он лежит и слюни текут, я понимаю, что с ним, хочу, нет, не хочу. Ну, вот, поэтому я всегда выбирал раньше бутылку пива, например. Сейчас я вообще стараюсь не выбирать алкоголь. Ну, вот, поэтому, ну, как бы, нет, я могу выпить дома, могу выпить на мероприятии, могу, нет, я не то, что я ханжа или абсолютно трезвенник, нет. Могу, могу, злоупотребляю, нет, что-то, что-то делаю под воздействием, глупое, вредное, противозаконное, нет. А тогда вот опять, ну, вот опять же, такой район девяностые годы. Вот если говорить о том, что кто-то думает, что он в один прекрасный день проснется с пониманием того, чем в жизни заниматься, для того, чтобы проснуться, нужно с чем-то уснуть. Для меня самым важным было в выборе этого пути бегство от скуки, бегство от реальности, от того, что происходило вокруг. Ну, вот так, если мы сейчас по верхам, да, поговорили о том маленьком мерке, в котором я существовал. У меня первое бегство от всего этого, какой-то внутренний, да, внутренний, внутренний туризм в себя, из реальности на время, это было чтение. Я очень много читал и всю жизнь, и я в школу пошел, я бегло читал, я знал таблицу умножения, я знал английский алфавит. Вот чтение было для меня очень важным и таким вот спасительным островком. Помимо всего вот этого, этого дна, на котором я чувствовал себя абсолютно, абсолютно органично, я еще много читал. И потом, когда у меня не случилось мое путешествие по линии военно-морского флота, я понял, что я стою на пороге неизвестности, большой, серьезной, надеялся тогда я и сейчас, надеюсь, долгой жизни, которая абсолютно в тумане. И понимал, что вот то, что сейчас со мной происходит, это дико скучно, это рутина, я смотрю вокруг и вижу свои перспективы. Ну, то, что меня может ожидать, точнее, что меня ждет и пойду ли я туда, наверное, так. И я тогда, когда еще учился в военно-морском лицее, у нас была команда КВН, и мы что-то там играли, 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 играли. И потом, там у меня появились друзья, приятели, товарищи, которые учились в институте культуры в Хабаровске. И тогда я у них спросил, как-то вот так все случилось. Мне 17 лет, мне надо куда-то поступать в институт, потому что я закончил военно-морской лицей, я нахожусь под прицелом военкома. Потому что я проходил всевозможные медицинские военные комиссии, все, которые можно. Районные, городские, краевые, про меня знали все, я уже был определен, в определенный род войск, ну, рекомендация была. То есть, все это было, если бы я никуда не поступил, я пошел бы в армию. И я, ну, как бы, тогда не хотел этого. И я спросил у ребят, говорю, ребят, вы где учитесь? Они говорят, это вот институт культуры. Я говорю, весело? Они говорят, очень весело. Я говорю, где? Они говорят, ну, вот мы учимся на режиссуре, у нас весело. Я пошел, поступил на режиссуру, на бюджет. И понял, что мне это нравится. Мне не скучно, мне нравится коллектив, мне нравится что-то придумывать и что-то делать. Мне нравится, не побоюсь этого слова, играть. И потом приехал на летние каникулы мой приятель, актер, сейчас уже тогда он был студентом школы-студии МХАТ, второй, по-моему, курс он. И мы поехали на реку отдыхать на несколько дней. И вот эти несколько дней, три, по-моему, случились для меня вот таким, как-то, я даже не знаю, ну, вот каким-то, вот эти душевные разговоры у костра в состоянии алкогольного опьянения, они стали откровенными, они стали доверительными. И тут в один момент мой приятель, а я на него смотрю, он актер, он там в Москве, у него рядом табаков, у него рядом все. И тут он мне говорит, мы поехали в Москву. Я говорю, а что это делать, я там никому не нужен, там людей-то тысячи, миллионы. Он говорит, ты здесь никому не нужен, поверь мне, вообще никто никому не нужен. Я говорю, ну, слушай, ну, давай, чего вы, давай попробуем как-то, что-то, какое-то зерно, сомнение он во мне посадил. И я поехал. Я поехал, ну, сначала я пришел к своим преподавателям за полгода до этого, и они мне сказали, ну, можешь уходить сегодня, потому что мы не занимаемся бесплатными подготовительными курсами. И я ушел полгода, вот я посещал еще общеобразовательные предметы, чтобы получить академическую справку. Уехал, ну, и вот дальше уже история, дальше Щукинский институт, театр Станиславского, ныне электротеатр. И вот теперь я здесь. Вот так вот я, так я к вам и доехал. Причем преподаватели, которые были у меня в Хабаровске, столько, много успели в меня вложить за этот полуторагодовой период. Привить мне чувство вкуса, чувство меры. Я посмотрел очень много классического кинематографа, переслушал классической музыки. То есть тот багаж, который они мне дали, он не, я даже не скажу, он неоценим. Я им бесконечно благодарен и понимаю, что они были на меня обижены, я был обижен на них. Но время не лечит, но расставляет все по своим местам. Вот, и когда все встало на свои места, и мы поняли, почему мы друг на друга обижаемся, хотя мы это не обсуждали, но я понял, мы до сих пор там переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Я слежу за тем, что делают они, они следят за моими успехами. И мы, надеюсь, взаимно друг другом гордимся. Это было путешествие, это было путешествие. И опять же, благодаря КВН за то время у меня появилась знакомая, тогда знакомая, сейчас это мой ближайший друг, Катя Зайцева. И она сказала, приезжай, у меня день рождения 14 мая, раз ты собираешься поступать, приезжай на день рождения, жить есть где, все нормально, все организуем. Я прилетел, мне говорят, а я у меня, я готовился на Штурманское, у меня с топографией, с топографией все нормально. Я поэтому знаю, ну то есть я очень хорошо ориентируюсь на местности, и мне говорят, ну вот ты прилетел в Домодедово, короче, доезжаешь до туда, едешь туда, и мне нужно было доехать до Царицыно. В принципе, мне ничего сложного. Я приехал в Царицыно, день рождения, отметили, пошли к каким-то ее друзьям, все легли спать. Я проснулся, оказывается, что жизнь была где одну ночь. И я такой, так, приплыли. Катя говорит, слушай, можем поехать в Воронеж? Она из Воронежа. Он говорит, у меня там мама, папа, поехали, поживешь у нас, пока тебе не надо будет возвращаться в Москву на поступление. Поехали. Я приехал в Воронеж, прожил там какое-то время. Потом она говорит, слушай, у меня в Москве, не в Москве, правда, в Реутове, есть родственники. Они готовы тебя принять, пока ты будешь поступать до общежития. Хорошо, я приехал к ее родственникам, они меня приняли как родного. Я жил, ездил, зрел, поступал на поступление. Я поступил, так, думаю, так, лето. Тут мне звонят тоже, благодаря Кате я познакомился там еще с ребятами. И тут там звонит подружка Вика и говорит, мы в Абхазию собираемся. Поедешь? Поехали. Мы едем в Абхазию. И вот, грубо говоря, с этим периодом я уже возвращаюсь опять из Абхазии в Воронеж. Из Воронежа приезжаю в Москву и уже мне дают общежитие. То есть все, мир не без добрых людей, и я безгранично благодарен Кате, Вике, Ване, вот людям, которые вот так абсолютно ни за что. То есть я этим людям, ну, по сути, никто. По сути, никто. Вот так они идут навстречу, и вот благодаря им я имел крышу над головой и не думал об этом во время очень важного этапа в своей жизни. И когда, конечно, я поступил, это их общая победа. И я абсолютно в этом, ну, как бы, я уверен, искренен и благодарен им за это, за то, что они позволили мне об этом не думать. Пойдя навстречу, ни за что. Просто потому, что они хорошие люди. Мы тогда хулиганили. Ну, и залезли в машину чужую. Магнитола, фары, скрученные. Все, что можно было скрутить, мы все скрутили. И меня поймали. Оказалось, это машина полицейского. Меня сильно побили. Сильно, очень сильно. Очень сильно меня побили. А мне было тогда 15 лет. И я вот под этой угрозой уже, потому что я когда уже от них бежал, раздавались выстрелы. Ну, то есть, как бы, все было очень весело. Ну, вот, когда я лежал, захлебываясь кровищей своей, по делам, можно сказать, заслужил, я сказал, где я живу. И эти люди пришли ко мне домой. И вот мне стыдно, что моей матери пришлось узнать меня таким. И что ей пришлось стыдиться. Вот за это стыдно. Наверное, я кого-то расстраивал, может быть, так же что-то сделанное мной, так же кем-то воспринималось как предательство, как я воспринимаю чьи-то поступки как предательство. Вот за это, наверное, мне стыдно. Я бы не знаю, это, наверное, неподходящее слово, но с удовольствием бы попросил прощения у тех людей, которых я подвел. Я говорю, даже начиная с учителей, которых я периодически доводил до слез. не имел на это право. Вот так, наверное. Их уже нет в живых. Ни матери, ни отца. Но мама была ближе. Вот из-за этого вот разрыва в возрасте я не вижу ничего плохого в том, что и это прекрасно. Я надеюсь, что когда-нибудь из обихода в нашей стране уйдет понятие старородящее и женщина сможет рожать в любом возрасте, когда она будет этого хотеть. Но тогда это были конец 80-х и это было неловко в 40-летнем возрасте родить ребенок. и может быть из-за этого какая-то дистанцированность была. Но я знал, что мама меня любит. И я ее любил. И она была очень внимательна человеком ко мне. Она очень много не прощала. И она умела меня слушать. Она умела советовать. Она была очень доброй. и всегда на моей стороне. Она приняла мой уход из обычной школы в военноморской лицее. Она приняла то, что я не пошел учиться. Она принимала все. Она была абсолютно на моей стороне. То есть она была из моей команды. Отец тоже. Но отцу, мне кажется, было больше похрен, чем он разбирался. Хотя я по ним знаю, что он меня любил. Потому что в каком бы он был выпивающий, сильно пьющий человек, но в каком бы состоянии он не приходил, у него всегда была конфета для меня. В каком бы он мог достать из своей куртки она вся облеплена табаком. Но он мне, девочка, это тебе. Он мне ее протягивал. Я знал, что надо табак чистить. Но я никогда ему не говорил, что я его люблю. ни разу в жизни. Я помню, когда я вырос и первый раз его мать защитила от него. Не было такого, что он то есть он не бил мать. Он был очень агрессивный и он был очень шумный. Скандалист. И вот в какой-то момент я помню, толкнул на кровать. он так видел, в тот момент понял, что я вырос. Я бы, к сожалению, в такой момент произошло это осознание. именно из-за его пагубной привычки я тогда ушел из дома. Ушел из дома осознанно, то есть это не было все, я убегаю. Нет, я понимал, что я поступил в институт и сказал, что если ты будешь продолжать это делать, я уйду. Много дней нету, все, он продержался пару дней и напился. Я подождал, когда он протрезвеет, я сказал, мы с тобой разговаривали. Ну, Дим, ну это же, я говорю, мы с тобой разговариваем, мы взрослые люди. Ты мужчина, я мужчина. мы договорились о каких-то правилах игры. Ты их не выполнил, поэтому я ухожу. Я переехал в общежитие, правдами, неправдами выбив его и начал жить в общежитии. Вот. Почему-то тогда я не подумал, что я оставляю маму одну. Наверное, не надо было это делать. Ну, что было, то было. наверное, вот, и перед мамой я бы тоже, наверное, хотел попросить за это прощение. Что я более слабого человека оставил в беде. Может быть, это и не было бедой, но в сложной ситуации. Мама не стала, это был первый курс института в Москве уже. А отца не стала, это был первый год в театре. значит, 2010-й, 2010-й. Тут же нет памятки поведения, тут нет свода советов, нет свода. Я знаю, что, вот, я помню, это, когда мама не стала, мне позвонила сестра, сказала, мама умерла. я знал, я знал, что это произойдет, потому что у меня была онкология, и я за две недели до этого или там за месяц до этого летал в Хабаровск и видел, в каком она состоянии, и сделал, наверное, опять же, неправильную, уже непоправимую вещь. Я когда зашел, она начала плакать. Я сказал, нет, если ты будешь плакать, я сейчас, я уйду. Давай мы не будем плакать. И она, вот, я задушил эту эмоцию в ней. И я пробыл там на неделю и очень мало времени с мамой, потому что я боялся там находиться. Я мог быть где угодно, только не там. И потом, когда прощались, я сказал, ты что ты, ты все выздоровеешь, будешь меня летом еще встречать. Хотя я понимал, что это не будет. Но я вот опять же человеку дал какую-то надежду. Не дал ей выплеснуть свою эмоцию. И я ожидал этого, что это произойдет, потому что я понимал, что там уж совсем последний стадий. Поздно обнаружили. И как-то очень быстро это произошло. И когда мне позвонила сестра, я просто сказал, а в общежитии напротив в комнате отмечали день рождения, я зашел, сказал, можете мне, пожалуйста, налить стакан водки? Я выпил стакан водки, выключил телефон и лег спать. я подумал, что завтра, завтра, не сегодня. Сегодня я не был готов это еще раз с кем-то обсуждать или еще раз это слышать. и на следующий день как-то попытался принять просто этот факт. Когда не стало отца, я в этот день играл спектакль, и мне позвонили перед спектаклем, сказали, что вот папа умер и меня спас спектакль. У меня некогда было, не было времени на другие эмоции. Поэтому как-то вот так все сложилось, и я не был на похоронах ни у матери, ни у отца. У матери я не был на похоронах, потому что я три дня прожил в аэропорту, и наш самолет не вылетал. И мне уже звонят, говорят, все, мы хороним. Може, можешь не приезжать, идти сдавай билеты. Я пошел сдавать билеты и самолет улетел. Видимо, мама не хотела, чтобы я видел ее в таком состоянии. А когда отца не стала, у меня просто вполне было денег на билет. Вот. Поэтому ни одного, ни другого я не хоронил, поэтому помню их живыми и родными. Это, конечно, меня очень сильно очерствело, очерствело, и во мне очень, ну, как бы, это где-то глубоко сидит, это задавлено, то есть, это закрыто, и я туда не хожу. У меня есть только мотив прожить свою жизнь так, чтобы им не было стыдно. чтобы все было не зря, чтобы в конце жизни сказать, что все не зря, попросить прощения и сказать, что тогда это было необходимо. со мной никогда не случались депрессии, именно в клиническом, да, понимании, да, наверное, ни в каком. Были какие-то секундные спады, бессилия. это было, это было, когда я хотел бросить все, перестать заниматься этой профессией, уже пытался признать, что все зря, зря я пошел сюда, ничего не получается, я нахрен никому не нужен, меня никто не снимает, я, ну, такие вот спады, да, эмоциональные были, но у меня есть еще такое понимание, верное, неверное, желание. Когда у меня спрашивают, как у меня дела, я всегда говорю, у меня отлично дела, дела у меня хорошо, и я никому никогда не продемонстрирую свое плохое настроение, потому что я считаю, что человек не должен его навязывать, точнее, человек, каждый выбирает по себе, я не должен навязывать кому-то свое плохое настроение, не должен заставлять кого-то чувствовать себя так же, как я. если мне нужна помощь, я попрошу. Или за счет общения с кем-то, не за счет нагнетания и навязывания своего, а за счет просто живого общения выкарабкусь из-за этого. в этом несколько раз где-то рассказывал твою историю. Вот я сижу в театре, сыграл какой-то детский спектакль, у меня нарисованы усы, накрученные кудри, я сижу в костюме, которому 30 лет, зарплата у меня 17 тысяч, живу я в долг и думаю, а может все? Может просвета нет? И ничего не предвещает его? Я так сижу и тут раздается стук в гримёрку. И заходит администратор и заводит вот такую девочку. Вот такую, наверное, возраста моей дочери сейчас. И у нее цветок больше нее. Один. Администратор говорит, вот она хочет вам подарить цветочек. И эта девочка на каком-то своем детском языке говорит мне спасибо. Не выговаривая из этого слова половину букв. И я ей тогда сказал, девочка, ты даже не представляешь, что ты сейчас сделала. Потому что я понял, что вот ее не обманешь. И если она захотела именно ко мне прийти из всего состава, знаешь, я что-то делаю правильно. И, значит, это кому-то нужно. И, значит, нужно продолжать. Я продолжил. Благодаря этой девочке. И это не для красивого словца, а я тогда был действительно уже на грани. Потому что я думал, что если у меня не получится, я уеду в Хабаровск и буду стараться там что-то делать, преподавать в институте, потому что я уже закончил. Здесь у меня есть какой-то багаж и какое-то понимание того, что там людей ждет, ну, точнее, здесь поехать туда. И вот эта девочка меня как-то мотивировала. и я ей очень благодарен. И все время как-то случаются какие-то моменты, которые меня случались. У меня таких моментов было всего два, наверное, в жизни. Когда я думал, что все и что-то происходит, что мне говорит продолжай, все будет хорошо, все будет классно. И я продолжал, находил в себе силы и продолжал. И всегда были люди рядом. Я счастливый человек. У меня всегда были люди рядом, с которыми я мог поговорить и которые готовы меня выслушать и понять, и принять. Вот это богатство. А потом мне появилась Лиза, моя жена. И такого мотиватора у меня в жизни не было никогда. Того, как она беззаветно в меня верит. то, как она каждый день меня судит, то, как она, какие слова поддержки мне говорит. То есть, она самый серьезный, жесткий судья в моей жизни и самоверящий в меня человек. Я просто благодарен вселенной за... Я всесилен. Я пуле не пробиваем. Я смогу все, потому что в моей жизни есть вот такая жена и такая дочь. я реально всемогущий. Просто я думаю, что в жизни каждого человека когда-то встречается, попадается такой человек, нужно просто уметь услышать и увидеть эти знаки и быть смелым, чтобы не побояться попросить помощи, не побояться довериться, не побояться быть слабым, не побояться быть честным, доверчивым, открытым и не побояться поверить в то, что в твоей жизни все может быть хорошо. и тогда обязательно в твоей жизни будет все хорошо. Это очень сложно. Я не верил, что такой человек, как Лиза, может искренне заинтересоваться таким человеком, как я. и как рад, что она не отступила, и как я рад, что я ей поверил. теперь я там, где я там, и я не вижу потолка, я не вижу преград, я смогу еще очень и очень многое. Я это знаю. во мне безграничная сила. Я буду в космосе. Мы вместе будем там. И я это знаю точно. Потому что мы вместе такая сила, которую не сломить ничем. Я всегда был востребован театральным актером. Я всегда, то есть я, когда попал в театр, я сразу начал получать хорошую, серьезную роль. И но я тогда не понимал чуть-чуть себя, и мое нутро диссонировало с моим внешним видом. Я выглядел как панк, у меня были ледные волосы, я одевался как панк. Я мог напиваться, Бог абсолютно. То есть я был бродяга с рюкзаком за спиной, и но потом в Америке, поехал я в Америку на обучение, и там мне сказали, что просто ты себя не понимаешь, и ты закрываешься, ты боишься открыться, у тебя очень хорошая голова, но ты очень много думаешь, и ты сам себе что-то придумал, и ты боишься открыться, ты боишься рассказать людям, какой ты, и поэтому ты закрылся вот в эту коробочку вот этого персонажа, этого образа. и поэтому у тебя ничего не складывается, потому что люди видят одно, а ты можешь другое. И вот этот диссонанс не позволяет людям тебе поверить и доверить. и вот этот импульс был, и я вот там же, туда же приехала и Лиза, там у нас, в принципе, начались отношения, и вот все, все в одно, в одно, в одно, ну, как бы вот так вселенная послала мне именно там, именно тогда это знание и этого человека. И после этого по возвращению все начало меняться. И когда в тебя верят ты, когда тебе говорят, что ты лучше, ты становишься лучше. Ну, я бы не сказал пока, что она какая-то всеобъявлющая, ну, то, что популярность возросла, это факт, когда мы сейчас, да, автограф сессия, да, майору Грома, который собрал почти 11 тысяч человек, на которой было всего два актера, из-за которой приехала полиция разгонять и закрыли сейчас центральный детский магазин. Когда почти 11 тысяч человек хочет взять у тебя автограф, это круто. но это накладывает большую ответственность, потому что ты уже не принадлежишь не совсем, не только себе. И это, это очень ответственно, потому что за тобой идут, и ты не можешь, не можешь подвести, ты можешь стараться не подвести, получится, не получится, время покажет. И то, что сейчас происходит, очень много пишут, очень много внимания, это прекрасно, то есть, это замечательные люди, то есть, никто не вмешивается, пока, может быть, до меня это не долетает, в личной границе. Был какой-то хейт, но это было очень забавно, потому что это было как будто поп, как будто кто-то открыл кран на один день, а потом этот кран закрыл, наверное, потому что, потому что у меня нет времени и эмоций лишних на это реагировать, меня это только веселит и забавляет. Ну, то есть, я смотрю, кто-то что-то пишет, какую-то дрянь, ну, пиши, у тебя есть на это время, что будет на это, это писать, есть какие-то эмоции, у меня нет эмоций и времени на это реагировать, у меня, и когда появляется свободное время, я его провожу с семьей, все остальное, у меня время занято работать, то есть, меня это никак не трогает, это меня не трогает, это меня не обижает, это меня забавляет, либо остается без внимания, что еще хуже для тех людей, которые это пишут. Видимо, потому что и они вот так пришли и ушли. Это ответственность, это ответственность, но как по-другому, особенно, когда люди на тебя смотрят, они узнают, что я кого-то мотивирую, я кому-то помогаю, мне каждый день пишут люди о том, что у нее была депрессия, я их из нее вывожу очень много, и это ответственность большая, и я, вот к этой ответственности я, наверное, не был готов, но я стараюсь посильно, 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 видимо, помогать. И стараюсь, надеюсь, что у меня будет хватать силы, энергии продолжать это делать и продолжать быть людям полезным. я на одном подкасте сказал, что я бы хотел обладать суперсилой излечивать людей. Ну, это была такая мысль, у меня спросили, какой суперсилой, ну, излечивать людей. Потом, конечно, ты любую начинаешь раскручивать и потом понимаешь, что это тоже ответственность, что это за, что это за брать на себя, как это сказать, роль судьбы, Бога, кто во что верит, каждый. Ну, вот такой первый импульс. И сколько я получил сообщений, что вы уже это делаете, вот это меня немного привело в ступор и привело к осознанию того, что есть люди, которым мне получилось и посчастливилось помочь. Это большая ответственность. И опять же, я надеюсь, что у меня будет хватать силы, энергии продолжать это делать, если это действительно так. я мечтаю, я правда, сейчас я мечтаю только о том, чтобы моя семья была счастливой, здоровой и чтобы мы всю жизнь, надеюсь, очень долгую, прожили вместе в любви и здоровье, чтобы мы были, чтобы мы продолжали слышать друг друга, уважать друг друга, любить друг друга. вот так. Раньше были, да, какие-то мечты связаны с профессией, сейчас я понимаю, что, ну, профессия это, это круто, но возвращаешься ты домой. и раньше был женат на профессии, сейчас все по-другому, сейчас, хотя работы стало гораздо больше, свободного времени практически нет, но ценность этого возросла до небес и вот о чем еще можно мечтать, о счастье, здоровье семьи, все, все, и прожить эту жизнь достойно в любви, понимании, уважении, взаимовважении. Наверное, ну, все, наверное, это банально, но это так и пусть будет так. Ты уникален, ты единственный в своем роде, ты нужен, не бойся, таких, как ты, нет, ты имеешь право на все. потому что даже сейчас вот через призму профессии, через вот призму кастингов, например, я понимаю, что не может быть никакой по сути конкуренции на кастинге, потому что, например, когда приходят два близнеца на одну роль, выберут одного, они идентичны по одежде, идентичны по внешнему виду, идентичны по физиогномике, но и выберут одного, того, кто в этот момент был более точен или более подходит энергетически режиссеру. И вот это понимание дает мне картину уникальности каждого. И всегда нужно помнить об этом, что каждый из нас уникален, и каждый из нас ценен, и что нужно любить себя. Я не говорю ни про самолюбование, и не самовлюбленность, а любовь к себе, принятие себя. Знаете, как долго я из-за этого шрама волновался? Как я долго волновался из-за того, что у меня волосы растут очень жесткие, вот здесь, когда начинает отрастать, у меня вот так вот торчит. Как долго я волновался из-за того, что я из бедной семьи? все это такая чушь. И любовь к себе начинает с принятия себя. С принятия своих минусов, которые ты считаешь минусами. И нужно понять, что вот через это принятие понять, что ты уникален. И то, что в тебе это, 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 это то, что ты есть. это то, что делает тебя уникальным. А когда, если ты не будешь любить себя, то никто тебя не будет любить. Потому что если ты, ты сам у себя самое драгоценное, если ты сам не любишь себя, то зачем кому-то другому тебя любить? С этого все начинается. Мне кажется, могу ошибаться. Но это мое понимание на данном этапе жизни, понимание себя и человека вообще. Готовьтесь, что жизнь будет непростой. Готовьтесь к тому, что каждый следующий этап будет сложнее предыдущего. помните, что у вас заложена такая сила, что никогда человеку не пошлются, не будут посланы испытания, которые не сможет превозмочь. вы совсем справитесь. Если будете внимательны к себе, будете любить себя, ценить себя, очень важно ценить себя, любить и ценить. Черт возьми. Я не знаю, что еще сказать. Правда не знаю. Это настолько сложно и опять же накладывает на тебя ответственность. Кто ты, чтобы советовать человеку, как ему жить? Наверное, что я себе 14-летнему советовал, так я и буду всем остальным предлагать прислушаться, не советовать. Даже не предлагать прислушаться, просто послушать. Наверное, так. Это будет правильнее, это будет честнее. Советую те, кто думает, что они в чем-то лучше разбираются. Я так не считаю, что я в чем-то разбираюсь. Лучше, чем тот человек, который живет свою жизнь. Это его жизнь. Просто очень хочется, чтобы каждый ценил себя и знал, что он такой единственный. это мое пожелание и не совет. Ни в коем случае. Наверное, так. Вот у меня у 14-летнего спроси, что это? Ребят, я ее живу. Я сейчас первый раз иду по этому пути. я не знаю, где бомбы, я не знаю, где канава. Это минное поле. Ты идешь, каждый шаг может оказаться роковым. Каждый шаг может оказаться счастливым. Я первый, каждый идет свою дорогу. Я первый раз по ней иду. Если бы, хотя вот там тоже спрашивают, а хотел бы прожить свою, ну, чью-нибудь жизнь, кем бы ты хотел быть, я бы не хотел. Но если бы хотел, если бы у меня появилась такая возможность, то я бы хотел опять прожить свою жизнь. Со своими проблемами, со своими радостями, со своими победами и поражениями. Не хотел бы жить чужую жизнь. Да и свою бы второй раз не хотел. Пускай это будет эксклюзивный продукт. Редактор субтитров